Ежедневно в лесах Беларуси теряются сотни людей. Некоторые блуждают по лесу 2-3 часа и возвращаются домой. А некоторых ищут несколько дней всем миром. Самые уязвимые категории граждан – это дети и пожилые люди. Как же безопасно сходить в лес? А самое главное, что делать, если вы всё же заблудились в лесу? К населённому пункту какому-то выйти постараюсь. И к дороге ближайшие. Если телефон со мной, то не страшно. Можно позвонить, и всегда найдут. Или близкие, или друзья. Если я с кем-то прошла, значит, я буду стоять на месте. Меня обязательно найдут. А во-вторых, там есть такие столбики, где газ проведён. И надо идти по этим столбикам. Меня муж всегда учил. И тогда выйдешь на дорогу. По солнцу обычно я всегда интересуюсь. Если я заходила, мне солнце светило, допустим, в спину, значит, оно мне, если время прошло длительно, оно мне должно будет светить уже обратно в спину. Потому что оно крутится, а я иду. Я бы пошёл там, где шумно. Сколько людей, столько мнений. А что же всё-таки советует специалист специализированной спасательно-поисковой службы «Анкел»? Если вы собираетесь в лес, обязательно, в первую очередь, вы сообщите своим родным и близким, куда, зачем вы направились и в какое время вы вернётесь домой. Обязательно возьмите с собой заряженный мобильный телефон. Обязательно возьмите с собой воду. Возьмите что-нибудь на перекус. И таблетки, если вы принимаете какие-то медикаменты от давления, либо от сердца, обязательно положите их себе в карман. Ещё одно правило, которым не следует пренебрегать – это правильная одежда. В лес вы идёте не на охоту, а собирать грибы, поэтому камуфляж ни к чему. Одеваться нужно ярко, чтобы на фоне зелёной листвы вас было хорошо видно. Обязательно должны быть закрыты участки тела. Не должно быть голых ног, либо голых рук. Не забудьте про резиновые сапоги. Помните, змеи не дремлют. И у них тоже сезон охоты, только на грибников. И, конечно, нужно закрывать голову. Итак, главное – это хорошо заряженный телефон, если вы потерялись. Именно мобильник – ваше единственное средство связи. Но и мобильный телефон может подвезти, поэтому обязательно возьмите с собой в лес компас. Это элементарное средство навигации уже не раз помогало выходить людям из леса. Если вы уже поняли, что заблудились в лесу, ваш мобильный телефон разряжен, или вы просто забыли его изначально взять, первое, что вам нужно сделать – это остановиться, перестать паниковать, попробовать найти дорогу, просеку лесную, может быть, реку. Запомните, если вы найдете данный ориентир и будете двигаться вдоль него, вы всегда выйдете к людям. Ищите линейные ориентиры – противопожарные рвы, линии электропередач. Ищите и идите до конца, вы обязательно выйдете к дороге. Ориентироваться можно также и по мху. Он всегда на дереве растет там, где север. Чтобы поисковым группам вам было обнаружить намного проще, вы оставляете какие-нибудь метки, в каком направлении вы двигаетесь. Вам достаточно буквально взять три палки и, допустим, соорудить какую-нибудь стрелку в вашем направлении. Можно это сделать и с помощью камней, например. Или вешать, если у вас есть там платочки, там можете где-нибудь ткань отрывать, и вывешивать какие-то знаки на ветках. В лесу все очень хорошо слышно. Потерялись – внимательно прислушивайтесь. Услышали шум – идите на него. И вы обязательно выйдете из леса. Если вы слышите отдаленно звук, например, автомагистрали, дороги, либо ЖД путей проезжающего состава, вы можете двигаться на звук. И точно так же в дальнейшем выберетесь к любому населенному пункту. К примеру, работающий трактор слышно за 4 километра, собачий лай – за 2-3 километра, а шум идущего поезда – за 10. Если уже в лесу начинает темнеть, а вы до сих пор не выбрались, не нашли дорогу, то советую оставаться на месте, не усугублять ситуацию и устраиваться на ночлег. Еще нужно помнить – идете в лес на день, берите запасов на пару. Обязательно в корзинке спички, запас воды и минимальный запас продуктов. А вот есть незнакомые ягоды и грибы категорически нельзя. Вот такие простые правила поведения в лесу. Зарядили телефон, сообщили родственникам, куда, с кем и на сколько вы идете, а главное, когда планируете вернуться – берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова